Девятого февраля истекает срок домашнего ареста у мэра Затоки Звягинцева и меры пресечения бывшего председателя земельной комиссии Шевчука. Напомним, следствие обвиняет их в махинациях с коммунальной собственностью и хищениях земли в особо крупных размерах. В результате преступных действий прибрежные участки общей стоимостью 42 миллиона гривен оказались в частных руках. 12 декабря Суворовский суд принял решение отпустить подозреваемого Звягинцева под домашний арест, а Шевчуку снизить сумму залога почти 8 раз. В итоге обоих выпустили из СИЗО. Сразу же после того, как была рассмотрена мера пресечения, было подано мною ходатайство об отстранении от должности Звягинцева Василия Ивановича с пояснением обстоятельств, которые аргументируют необходимость такого вида обеспечения, а именно необходимость допроса в судебном процессе депутатов, как я считаю, на которых он может влиять. Однако судья Суворовского района Виктор Поздняк ходатайство не принял к рассмотрению, сославшись на то, что передал это дело в Киев. Прокуратура в принципе своевременно подала документы, необходимые для определения срока задержания под стражей и отстранения Звягинцева от должности. Но ввиду отсутствия материалов, как бы рассматривать нечего. Поэтому наше предложение, мое, на котором мы сегодня озвучили, моего специалиста и поддержанное представителями Затокской громады, чтобы прокуратура повторно обратилась к представлению, приложив материалы, которые обоснованы на необходимости как отстранения должности, так и нахождение под домашним арестом. Это даст возможность суде не ссылаться на отсутствие материалов и вынести законное решение. Громада Затоки обеспокоена, ведь в отношении Василия Звягинцева не было продлено решение об отстранении его от должности. А значит, он может вернуться на прежнее рабочее место и продолжить земельные махинации. Жители Затоки пришли в здание Одесской областной прокуратуры и решили написать заявление облпрокурору Олегу Жученко, чтобы он взял дело Звягинцева под личный контроль. Его поставили как марионетку. Я его знаю всю жизнь, он нормальный человек. Но он попал. И он должен эти деньги отработать. А как это отработать? У нас остальное, что осталось, он опять не о людях, а опять о тех, кто его поставил туда. Все эти деньги будут утекать. Получат бюджет, разделят как им надо, по карманчикам рассуем и все на этом закончится. Я не понимаю, как может человек, который наворовал на миллионы, который год сидел, и вдруг, когда в Затоке стало спокойно жить, может прийти завтра, опять занять свое место и опять продолжить, все тоже было. Но тогда у нас есть вообще суд, правосудие. 10 февраля преступники получат вольную и смогут вернуться на свои рабочие места. Соответственно, мы понимаем, что это грозит полным развалом дела и полным саботажем политической, административной и социальной жизнедеятельности Затоки. Надеемся, что и прокуратура, и суд будут богоразумны и в кратчайшие сроки рассмотрят данное ходатайство. Жители Затоки опасаются, что если вернется прежняя власть, в поселке рухнут все социальные стандарты, а хищение продолжится. К тому же активистам уже поступают угрозы. Жученко у нас был в Затоке. Он хорошо помнит, как его заводил ОМОН. А меня ОМОН не охраняет. Пол дома сожгли, машину сожгли. Меня в субботу повесят на дереве. Это связано с... В Затоке, в Затоке. Завтра в Затоке будет гражданская война. Будет лиц Заток. Оважение Словского. Точно. Вы, Оважение Словского. Потому что если Звягинцев только выйдет, на один день выйдет, все. Начальник отдела приема граждан областной прокуратуры Сергей Гудзенко принял заявление с десятками подписей Затокчан. Мои гарантии, что сегодня это заявление все-таки первично попадет в руки прокурора области. Общественники побывали и в Суворовском суде. Нам необходимо своевременное поступление в ходатайство прокуратуры о продлении тех мер запобежного захода, которые были обраны судом, чтобы мы в кратчайший срок, в установленный законный срок, смогли их рассмотреть и уже вынести законное и обрунтованное решение. Спасибо большое. В тот же день в суд поступили ходатайства о продолжении меры пресечения Шевчаку из Звягинцева, а также отстранению последнего от должности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова